Приветствую вас, дорогие братья и сестры, вы на канале Евангелие в последнее время, и с вами Игорь. Добрый день, добрый вечер, у нас здесь в Америке уже вечер, и идет снег, вот так у нас в апреле идет снег. Но слава Богу за все, и конечно же за спасение, которое нам даровал у Иисусе Христе Господи наш. Через Голгофов, через свою смерть и воскресенье, когда Он понес наше наказание, мое наказание, мое преступление на себе. Тот, который проглел кровь, которая очистила нас и очищает нас от всякого греха. Помните, в 133-м салме сказано так, в первом стихе, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ну и сестрам, конечно же, тоже. Я не добавляю ничего к слову Божьему, но мы понимаем, что это так. Ибо один Отец у нас, слава Ему и вот за это, что Он объединил нас таких разных, с разных народностей, но соединил именно в себе, и мы есть Церковь Божь, ни зданий, ни крестики, ничего другое. Но именно живой организм, тело Христа из всех народностей, из всех людей, искупленных нашим Господом Иисусом Христом. И Он есть Голова. И сказано о Церкви Господней, что врата ада ее не одолеют. И мы понимаем, что живем в последнее время. И мы знаем, что Господь грядет. Читаем Священное Писание, молимся. Я знаю, что Дух Святой, Он открывает. Столько, сколько мы можем принимать. Мы понимаем, что нужно борствовать, и нужно непрестанно молиться, и нужно пребывать в вере. Почему? Потому что и дьявол не спит. И как рыкающий лев, как и сказано, что поглотить и даже избранных. Поэтому мы увидим очень много обмана, очень много лжи. И только если пребудем в Слове Господнем, только если мы погрузимся в Слово Господне, если мы будем в полном обмундировании и во всеоружии, только тогда мы сможем действительно видеть, что есть свет, а что есть тьма. Время очень тяжелое. Время очень опасное. И просто молимся, что Бог помиловал нас. Что Господь просто даровал нам благодать, которая нам также необходима в милости, чтобы правильно относиться ко всему, что происходит вокруг. И в первую очередь, конечно же, следить за своей жизнью, поправлять свои светильники, наполняться маслом, каяться. Да, потому что время последнее. Время очень тяжелое. Да поможет нам Господь пройти все эти испытания. И если воля Божия, будем живы, то будем проходить эти испытания, которые грядут на всю землю, на всю землю. В этом видео я хотел бы коротко рассказать об одном человеке. Звали его Дэвид Кроули. Он был бывший военный и любитель кинематографиста. Многие его называли конспирологом, хотя мне это слово не нравится так же. И я всегда говорю о том, что все, что мы не видим, все, что мы не слышим, должно быть подтверждение в Священном Писании. Да, многое мы не знаем. И многих деталей в Библии нет. Но Господь все равно показывает о событиях, которые должны быть. И в данном случае и то событие, и та ситуация, которую мы видим и сегодня. Именно о последнем времени. И думаю, что Дух Святой, когда мы искренне перед Богом, Он будет руководить нами и будет показывать нам. Поэтому, конечно же, нужно быть очень осторожным. И исследовать, и проверять, и молиться, от Господа ли это. Поэтому все, что вы не слышите, все, что я вам не говорю в плане, чем я делюсь с вами, конечно же, молитесь, проверяйте, исследуйте, от Господа это или нет. Я человек, и я могу ошибаться, я не пророк. Но то, что Господь дает мне, сердце мое, то, что я вижу, я хочу поделиться. И особенно в это последнее время, в которое мы живем. Итак, Дэвид Кроули. После того, как я расскажу об этом человеке, и, может быть, многие из вас в первый раз о нем услышат, мы посмотрим две минутки плюс трейлер, фильм, который он не успел завершить, к сожалению. Сейчас мы расскажем, что произошло. И после этого я вернусь к вам. И если вы хотите, если вы желаете, мы почитаем Слово Божие. И мы помолимся, да, и пусть Господь благословит всех нас. И еще раз вам огромное благодарение за то, что вы молитесь и за нас, молитесь за мою семью, за меня, за служение. Карантин, надеюсь, скоро закончится. В Америке уже стали открывать парки. Не знаю, как пойдет дальше, но понятно, что уже к прежней жизни мы не вернемся. И думаю, что и церковь взяла для себя уроки и поменяет очень многое своей стратегии, а именно в плане великого поручения нашего Господа, чтобы нести Евангелие здесь, в Америке, людям, которые живут вот здесь, в Америке, в первую очередь. Я сейчас говорю о наших славянских церквях в этой стране. Как оно будет дальше, мы понимаем это последнее время. Но благодарим Господа за все и просим, я прошу, чтобы Господь укреплял веру. И если, как я уже сказал, нужно идти дальше и через гонение, значит, мы будем идти с Божьей помощью. Хотя, как-то странно не укладывается Америка. Да, вроде свободная страна, так как-то вот жизнь, слава Богу, уровень жизни в этой стране намного, конечно же, выше, чем в других странах. Хотя здесь тоже тяжело нужно работать, и по-разному люди живут. Есть люди, которых и денег не хватает здесь. Разные есть люди, разные есть семьи. Да, но если и так сопоставить, то, конечно, Америка, наверное, одна из самых лучших стран по всем показателям в этом мире. Но, что хочу сказать, и многие из наших верующих, как бы не привыкли жить в стесненных обстоятельствах, в какой-то нужде. Хотя, как я сказал, разные есть люди. Но в основном, слава Богу, не голодные, не холодные люди зарабатывают, позволяют себе покупки разные, отдыхают. И слава Богу за это, нормально к этому отношусь. Но очень часто вот эта беспечность, она овладевает нами. И уже вот какое-то изменение в худшую сторону мы как-то не воспринимаем. Но я просто хочу обратиться ко всем братьям и сёстрам, чтобы мы не забывали, что мы странники и пришельцы на этой земле. И ничего с собой не заберём. И нам нужно понимать, что это последнее время. Если мы христиане, мы будем гонимы. И в Америке мы тоже будем гонимы. Здесь, в Америке, да, пока никто нас не убивает. Но придёт день, и будут убивать и здесь, за веру евангельскую. И мы должны это понимать. Тем более знаем, во всей истории, сегодня в разных странах убивают наших братьев и сестёр. И, к сожалению, мы как бы об этом не думаем. А думаем о том, что вот здесь, в Америке, извините, всё будет, как вот было раньше, не будет. К сожалению, но не будет. Потому что Писание говорит, не будет. А будет совсем другой. И ещё хочу сказать. Гонение – это часть нашей жизни во Иисусе Христе. Горлинг гонения сегодня разный. Да, никто у меня не стреляет на улицах. Ударять иногда ударяет. Но не было практически ни одного служения, чтобы не было конфликта. Как минимум, словесный конфликт. Он всегда был. Есть. Потому что это этот мир. И мы должны понимать. Я не говорю сейчас специально искать гонения. Нет. Но не идти на компромисс и стоять за евангельскую истию. Мне немного тяжело. У меня семья. И у нас семья. Я понимаю. И дети. Сказать, что есть страх – нет. Но как ты думаешь, конечно, и просто просишь Господа, чтобы Бог помог. И Бог поможет. Я хочу, чтобы мы были вдохновлены. Да, мы видим этот хаос, панику и всего нет. Но у нас ее нет. Я знаю, что нет. Почему? Потому что мы понимаем, что происходит. И мы знаем, куда мы идем. И мы точно знаем также, что Господь грядет. И всему-всему надлежит быть. Также хотим поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказываете миссионерскому служению БТЛ. Пусть Господь вас обильно благословит. Хорошо, друзья. После видео с роликом, если вы захотите остаться на канале, оставайтесь. Мы будем читать Слово Божие. И мы будем молиться. И еще перед тем, как я передал сегодняшней тематике. Если вы сейчас меня слышите и видите, кто не верит в Господа Иисуса Христа, покайтесь в своих грехах. Так говорит Бог. И Он знает, что Он говорит. Слово Божие говорит, покайтесь. Измените образ жизни, мышление. Веруйте в Иисуса Христа, Господь. Потому что Он есть жизнь вечная. И Он есть воскресенье. И жизнь вечная. Единственный путь спасения. Изберите жизнь. Изберите Христа. Помните об этом. Пусть Бог вас благословит. Читайте Новый Совет. Читайте Священное Писание. Итак, Дэвид Кроули. Бывший военный, который стал размышлять по поводу ситуации, которая складывается в мире, складывается и в Америке. А именно ситуация, связанная с новым мировым порядком. Он был любителем режиссера, который в свои 29 лет сделал серьезный вклад в движение за свободу. Очень интересная судьба этого человека. В одной из последних своих работ, которая называлась «Крэйш-Стоит» или «Серое государство», к сожалению, он его не закончил. Почему? Потому что его нашли мертвым. В январе 2015 года он, его 28-летняя жена, Комел, и 5-летняя дочь, Ренни, были найдены убитыми в их собственном доме на Эпл-Валли. Я знаю очень хорошо этот район сам и очень много раз там бываю. Это район Миннеаполис, штат Миннесота. Тела обнаружил сосед. Согласно Care 11 или Care 11 это, скорее всего, служба, Колин удивился тому, что пакеты на пороге дома семьи Кроули стояли уже несколько недель. После звонка в дверь сосед посмотрел в окно и обнаружил три трупа и черный пистолет рядом с ними. По предположениям других соседей, семья была убита во время рождественских праздников. Я ничего не хочу сейчас утверждать. Сейчас мы поговорим немножко больше о том, что он делал, кем он был. Я уже сказал, что он был любителем режиссером, но он занимался именно вопросом нового мирового порядка. Именно он создал концепцию фильма Grey State «Серое государство», который стал предупреждением неумолимо надвигающейся реальности жестокого, лживого, коррумпированного полицейского государства, которым и моя страна может стать. Создатели фильма считали, что много из фильма уже реальность, которой они живут. Это был 2015 год. Окончательное мнение западных СМИ и правоохранительных агентств по данному делу Кроли из-за депрессии застрелил свою семью и застрелился сам. Вот так они сказали. Все бы ничего, но это никак не вяжется с показаниями соседей, которые за несколько дней до трагедии видели Дэвида счастливо играющим во дворе со своей дочерью, а также с показаниями его знакомых, которые характеризовали его как уравновешенного, целенаправленного, без доли суеты. Концепция фильма была снята немного более двух лет назад и очень быстро набрала более полутора миллионов зрителей, значит в 2013 году. Перед самой смертью Дэвида Кроли ему удалось собрать достаточно пожертвований, чтобы начать работу над полнометражными съемками фильма. Сбору такой большой суммы способствовали частные вклады людей, которые осознавали важность создания фильма. Кому-то это не понравилось, кто-то очень испугался резонанса, который последовал за выпуском концептуального трейлера фильма Дэвида Грей Стейд. Мы сейчас его увидим, этот трейлер. Кто-то испугался еще более мощного резонанса, который последовал после выпуска фильма Стерое государство, концепция которого стала своеобразным взглядом в будущее Америки. Не знаю, но его не стал. В фильме я его не приводил, там немножко говорят по-английски и титры по-английски, но я думаю, что без этого вы все сами поймете. Это фильм о наступлении Мерчелла Лоу. Это закон военный, полицейский закон, который вводится и о новом мировом порядке в этой стране, и о гражданской войне. Я все больше и больше сейчас слышу о гражданской войне в Америке. Я не хочу касаться этой темы. Я сказал, я не пророк, я не знаю. Но в этом фильме показана гражданская война в этой стране. Молимся все равно, чтобы Господь помиловал, не зная, как оно будет, ну как не зная, Писание говорит, как будет. Мы по-разному конечно можем видеть это, но понятно, что Иисус говорил, что перед его возвращением, перед великой скорби будут и землетрясения, и наводнения, и военные слухи, и войны, и моры, и голод. Да, все это будет. То, что в принципе мы наблюдаем сейчас, оно все к этому идет. И разрушение экономики, все идет к этому. И экумуния, все идет. Все идет и ведет к установлению нового мирового порядка и власти Антихриста. Поэтому сегодня, как никогда, Церковь Божия должна быть сильной. Но мы будем сильны только тогда, когда и сами очистимся, посвятим свою жизнь Господу. И будем частью этой духовной войны, которая еще продолжается. Посмотрим этот трейдер. И после него я вернусь к вам. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Last night I dreamt about how things were DimaTorzok 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 И она говорит, что вот в еврейской Библии, как бы в оригинале, вот этого нет. Ну, как это нет? Я так ему ответил, конечно же, и есть. Тем более, у меня есть оригинал, и я знаю прекрасно это место. Да, есть, именно есть. Но не так, как в синодальном переводе, наоборот, еще более сильнее. В синодальном переводе, как сказал, написано, «И возрите на того, которого пронзили». А в еврейском, дословном, сказано, «И возрите на меня, и посмотрите на меня, которого пронзили». «Эллай» – на меня. Поэтому я хотел бы прочитать этот стих, и я хотел бы, чтобы мы помолились. И на этом мы завершим сегодняшний эфир. Итак, я беру еврейский оригинал. Это Захария или Захария, пророк, это 12 глава, 10 стих. «И залью я на дом Давида и на жителя Иерушалайма дух милости и мольбы, и будут они смотреть на меня, того, которого пронзили. Оплакивать будут, как оплакивают единственного сына, и горько плакать о нем, как горько плачут о первенце». Амин. Кстати, хочу сказать, сына именно здесь. То есть еще иудеи могли бы сказать, ну, хорошо на меня, но мало ли что могло произойти. Правда, здесь вот это слово добавлено, но сами раввины. Это перевод раввина кука, если не ошибаюсь, рава кука. То есть раввины сами добавили, и это не просто, как бы, вот это его желание, это древний комментарий в плане древнего понимания. Просто сына взято в скобки, но они добавили, потому что в толкованиях именно они поняли, что здесь идет речь о сыне. О сыне. Тем более древние раввины всегда знали, что искупить человека может только Бог. То есть они говорили, что Мессия Рема-Шех будет Богом. Это всегда было в толкованиях древних раввинов. Но мы знаем, что произошло с Израилем. Народ слеп, отверг Мессию Господа, и по сей день страдает, к сожалению. Но приходят деньги, как сказано. Именно в скорби Якова, или в великой скорби, когда две трети народа будут убиты антихристом. Они возрят на меня, говорит Господь, которого пронизили, и будут рыдать. Давайте мы помолимся. Этот славный день придет. Павел говорит в 11 главе, что это будет как воскресение из мертвых. То есть этот славный день придет. Да, правда, время, которое будет, как Иисус сказал, не было до и не будет после. Страшное время. Но все равно это время, когда народ покается, и Господь придет. Помолимся. Авину Малкейну, Отец и Царь наш, мы благодарны Тебе за Твою милость к нам. Отец, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, и Искупителя. За надежду на вечную жизнь, которую Ты нам даровал. Помоги нам радоваться и благодарить Тебя каждый день за спасение. Разве мы заслужили? Или, Господи, не сказано, что наказание за грех смерть, а мы все рождаемся в грехах. Но Ты так решил. Это было Твое избрание, суверенный Бог наш. И Ты нас спас. Господи, даже если проходим, Господь, тяжелые времена, даже тогда, когда, может быть, не хватает, Господь, и денег, и много всего, что может происходить, но тогда, когда размышляем о Слове Твоем и о надежде, которую Ты нам даровал, спасение, Господи, великая радость, спасение. Ведь время, оно скоро завершится. Если оно идет вперед, оно обязательно придет к своему концу и закончится. Вот эта жизнь здесь, на земле, в этой плоти, и впереди вечность. Вечность, ибо Ты нас спас и даровал спасение. Господи, я молюсь сейчас, чтобы Ты благословил нас больше рассуждать о вечности, о душе, что мы каялись, Господь, что мы сокрушались, Господи, чтобы мы исповедовались. Благодарим за Твою кровь, которую Ты пролил на Голгостском кресте. Ты наша Пасха, Иисусе, Ты Господь, Ты Агнец Божий. Благодарим, что Ты понес наше наказание, наши грехи и был убит вместо нас по Писанию и воскрес для нашего правдания по Писанию. Благодарим и за сегодняшний день, Господь, который Ты даровал в благодати Своей, за людей, которые Ты спас, за эти души, за братьев и сестер новых. Господи, благодарим Тебя и за церковь. Помоги быть церковью Твоей. Господи, помоги нам быть смиренными и кроткими и учиться Тебя через Слово Твое, Господи. Помоги нам подниматься на Голгоф и склоняться пред Тобою. Господи, милосердные, прости меня сегодня, чем я согрешил, и семью мою. Прости нас, Господи, немышленных и несовершенных, но Ты даровал силы, и мы можем побеждать, когда будем погружены в Слово Твое, и быть во всех доспехах, во всем, все оружие, обмундирование, Господи. Помоги нам этого желать. Особенно в это последнее время, в которое мы живем, Господь, и мы видим, но мы молимся. Хотелось бы, Господи, чтобы благодать завершилась, хотя ничего не вернется, как было раньше. Мы понимаем, что тиски будут сжиматься. и гонение часть нашей жизни в Тебе. Не хотелось бы, Господи, но это часть моей жизни в Тебе, как христианин. Потому, Господи, помоги. Не дай Бог, Господь, не дай Бог, если предать Тебя. Ты, Бог, милосердный. Если что, Господи, просто прошу о милости, умертви меня, Господи, если Ты видишь, что я могу отойти от Тебя, но, Господи, сохрани мою часть в Твоем Царстве, если видишь, что я не смогу выдержать. Господь, отзови меня с этой земли, но сохрани меня, семью мою, Господи, участи в вечной жизни, Господь. Молюсь за Америку, Господь, благослови эту страну, начальника, благослови, Господи, даруй им страх Твой. Молюсь просто за неверующих людей, не только здесь, но по всей земле. Господи, да продлятся еще дни благодати, проповеди Евангелия, Господи. Также молюсь за церковь, Господи, благослови пасторов, чтобы понимали, как важно все же нести Твое великое поручение, а также смири, Господь. Помоги нам быть братьями и сестрами, ибо Ты наш Отец Бог, а мы все, Господь, рабы Твои. Господи милосердные, кто в болезнях во имя Ишуаха Мощиха, Господа Бога, Иисуса Христа, если воля Твоя, Господи, коснись, Господи, если коснешься, исцелены будут, исцелены будем, на все воля Твоя. Помоги нам, Господь, поклониться Тебе и не забывать, что на все воля Твоя. Но помоги доверять Тебе и уповать на Тебя. Это великое благословение, особенно в трудные времена. Милосердный Господь, за дома наши молюсь, за деток наших молюсь. Господи, сохрани их всех, Господи милосердный. Прошу Тебя, хоть Ты утрешь всякую, слежу на небе, и прежней воспоминаемой не будет. Но все равно, Господи, как хочется, что наши семьи, наши дома были бы все на небесах спасения. Еще раз благодарю за братьев и сестер, которые поддерживают меня в молитве. Господи, за всю помощь благослови их, Господи. И нам дай всем, Господи, не закрывай свои сердца. Но продолжай делать добрые дела, Господи. И помоги нам учиться над словом благодати. Молимся, Господь, также за Израиля. Господь придет, этот день скоро придет. И они возрят на Тебя, которого пронзили. И будут рыдать о Тебе, Господи. Мы благодарим за то, что и народ свой Ты, Господь, никогда не забывал и не забудешь. Ты сам сказал, что если даже мать забудет своего дитя, Ты никогда не забудешь народа, который Ты организовал, образовал. Это Израиль, Господи. И у Тебя всегда был, и есть, и будет верный отстаток. Господи, благодарим, что придет этот славный день, когда народ Твой изглажит. Благословян, краде, во имя, Господь. Баруха, Башем, Адонай. Яврихиха, Адонай, Вишмириха, Яев, Адонай, Панав, Валеха, Вихонейка, Иса, Адонай, Шемьот, Хей, Вав, Хей, Панав, Валеха, Виасем, Виасем, Леха, Шелом, Яс, Вав, 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 Хранит Тебя, Да призрит на Тебя, Господь, Светлым лицом Своим, И помилует Тебя, Да обратит Господь, Йод, Гей, Вав, Светлым лицом Своим на Тебя, И даст Тебе мир, И даст Тебе шелом, И даст Тебе мир. Аминь. Очи наши, Сущие на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, Как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое и царство, И сила, И слава Во веки. Аминь. 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 Да будет слава Господу Богу нашу, Богу Авраама, И Богу Ицхака, И Богу Якову, Отцу и Сыну, И Святому Духу. Аллилуйя. Слава, слава, слава. И да скажет народ Божий. Аминь. Благодарю еще раз, И до следующего эфира. Воля Божия. Шалом.